Я говорю о философии, антифилософии, нефилософии, но при этом я буду пользоваться языком философии, то есть понятиями, неважно в какой версии, то есть это может быть и версия, скажем, Аристотеля или Канта или Дереза. Первое, чтобы меня правильно понимали, когда я говорю какое-то слово, я всегда был держать с этого различения слова и понятия. Если я говорю парта, я вовсе не имею в виду эту парту. То есть это слово для меня, все-таки, коль скоро я говорю на языке философии, то это слово для меня прежде всего это понять. Это первое. Второе, значит, название философия, нефилософия, антифилософия, конечно, сформулировано очень широко и намеренно. Но, намеренно так сформулировано, но меня на самом деле больше интересует даже не содержание, я думаю, что любой из нас мог бы прочитать хотя бы просто принципы нефилософии, или антифилософии, для того, чтобы ознакомиться с содержанием, что себя представляет нефилософия или что представляет собой антифилософия. Меня больше интересует методология, то есть то состояние отношения философии с нефилософией, с антифилософией, которая имеется сегодня, или, если можно так сказать, коинсистенция проблем, коинсистенция отношения философии, антифилософии и нефилософии. В этом плане, значит, я, конечно, буду говорить и в том числе об онтологическом повороте, я бы, конечно, закавычил, но тем не менее об онтологическом повороте, о самой возможности онтологии, то есть вот то самое онтологическое пространство или мыслительное пространство, которое господствует сегодня, и внутри, в этом пространстве, соотношение философии и антифилософии и нефилософии. Вот эти два предупреждения, прежде чем я, собственно, начну говорить более содержательно. Значит, у меня, вот, моя лекция состоит из трех частей. Первая часть – это описание, действительно, самого пространства, исторического пространства современной философии. Вторая часть, она была описательная, то есть я буду говорить больше о том, что есть нефилософия, что есть антифилософия. И третья часть, собственно, вывода или тезисы, я бы назвал это «заимствуя выдели, да, темпонизировать философию или темпонизировать нефилософию». В качестве вводного слова, если я, я думаю, что я не буду сильно рисковать, я скажу, что философия всегда, по большей части, была запущена самоопределением, по большей части самоопределением, чем определением чего-то. Я дальше скажу, почему, откуда такая ситуация, почему философия больше обычное определение, самоопределение. Поэтому я бы даже сказал, что вопрос самоопределения, самоопоснования философии составляет фактическое обстоятельство ее существования, ее истории. И этот вопрос актуализируется, можно даже сказать, драматизируется, когда аргументы в пользу смерти философии основательно расшатывают привычный устоявшийся образ философии. Теперь вопрос уже стоит не о самоопределении философии, а о возможности возобновления, возвращения философии. Эсхатологический дискурс принадлежит философской программе обновления мышления. Само требование о конце, о смерти философии, возобновляет философскую мечту о чистом различии и желании философского обновления мышления. Так вот, одним из интригующих аспектов вот этого самоопределения является зондирование, испытание, восстановление границ философии. Без подобной дифференциальной рефлексии философия легко превращается в метафиль. То есть ситуация, когда философия постоянно пытается выяснить, что она из себя представляет, чем она отличается от философии, где та линия, или та граница, которая отделяет философию от антифилософии или от нефилософии. Причем эта граница, которая отделяет, предположительно, граница, которая отделяет философию от антифилософии, настолько усложняется, что внутреннее, то есть то пространство, которое традиционно принадлежит философии, оказывается более внешним, чем само внешнее. И наоборот, внешнее настолько и монетизируется, становится более внутренним, чем само внутреннее философии. Но вот в этом колебании между внутренним и внешним философиями, то есть между собственным тем, что собственно принадлежит философиями, и тем, что не является и не принадлежит философиями, обрушивается возможность, которую я бы назвал дефиренциальной философией или философией как гетерологией. Об этой философии как гетерологии я скажу дальше, позже. Вот это я бы обозначил как видение, значит, я буду сначала противопоставлять философии с антифилософией и философии с нефилософией, но прежде хотел бы обозначить вот это пространство, в котором это сопоставление возможно или это сопоставление актуализировалось. То есть вопрос стоит о чем? Вопрос стоит о том, почему сегодня возрождается интерес к первой философии. Конечно, на этой поверхности мы сразу вспоминаем деконструкцию и говорим, что да, этот интерес связан с отистошительной работой деконструкции, вот она закончилась, теперь возрастает интерес к первой философии в разных философии. Ну, я бы хотел назвать несколько, значит, причин и тем самым несколько измерений вот этого онтологического наследственного пространства современной философии, и тем самым обосновать вот этот интерес к первой философии и, соответственно, к различению философии нефилософиями философии. Значит, первая причина, на мой взгляд, связана с тем, что называется завершением онтотеологического проекта философии. Что такое онтотеологический проект философии? Онтотеологический проект философии связан с родовой травмой философии. Что именно цель? Речь идет о том, что философия изначально рождается как двойственность. Причем я вначале сказал о том, что она больше зада, чем на самоопределении. Так вот, философия изначально рождается как двойственность. По крайней мере, версия Аристотеля, то есть более-менее законченная версия. В философии есть физика, то есть она изучает сущие в его становлении в широком смысле возникновения, уничтожения. В философии есть метафизика, то есть она изучает первопричину, первоосновы становящегося сущего. Еще раз повторяю, одновременно, в одно и то же время. Философия и физика, философия и метафизика. Этой двойственности соответствует другая двойственность. Философия это антология, философия это геология. То есть философия изучает сущие в земное божественное сущие, но в то же время в философии изучает сущие как таковое. Да, или если перевести на язык последующий или на сегодняшний язык, сущие в его сути. Эта двойственность физика, метафизика, философия одновременно физика, метафизика, философия одновременно антология, теология или антритеология предписывается основополагающим понятием усилия. Вечно напомним, это понятие одновременно, естественно, я сокращаю, вкратце, значит, это понятие в одно и то же время означает то, что есть, и то, благодаря чему есть то, что есть. Это двойственность, которая сохраняется в средние века философии нового времени, то есть, с одной стороны, как субстрат, субстанция, субъект, с другой стороны, как эйдос, как сущность, природа, суть, более привычная для нас понимание. Конечно, мы прекрасно понимаем и знаем, что новое время разрабатывает другую концепцию этой двойственности. То, что мы называли у Аристотеля и у вообще греческой и древнегреческой философии, то, что мы называли, значит, то, что мы называли субстанцией, да, вот это второе определение, то, благодаря чему есть то, что есть, новое время тоже состоится с целью человеческой субъективности, да, и первая философия, допустим, у Дегеля выступает или выполняет функцию обоснования, познания Приму. Так вот, когда я говорю, что первое измерение, значит, антологического мыслительного пространства современной философии, это завершение монтотеологического проекта, я как раз имею в виду, что когда вот этот проект философии, философии как основание, если хотите, философия как причина, этот проект завершен, вот, соответственно, ставит вопрос о возможности философии, что есть сегодня философия, а коль скоро она не занимается поисками основания или причины сущего. Вот это, значит, первое измерение. Теперь дальше, значит, второй момент, второе измерение связано с возможностью антологии. Я бы сформулировал так, что есть антология после антологии. Иначе говорить, коль скоро антология всегда была онтотеологией, мы вспоминаем статью Хайдгера, онтотеологическое строение метафилы. Коль скоро антология всегда есть, если была онтотеологией, то что есть антология после антологии, или что есть антология после онтотеологии. Вот это второе измерение. Здесь, конечно, нам надо вспомнить антологический поворот, который, на самом деле, сыграл злую шутку с антологией. Ведь изначально, когда мы говорим антологический поворот, который обозначился в начале XX века, Казалось бы, этот поворот должен был привести к построению антологии после онтотеологии, или к какой-то возможности построения такой антологии. Но странным образом антологический поворот оказался условием невозможности антологии. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что бытие оказалось опосредованно разными посредниками. Допустим, даже сама вот это высказывание, вы слышали? Язык до бытия. Выяснилось, что теперь не язык мы будем изучать, в смысле не бытие будем изучать, мы не будем строить антологию, а мы будем снова заниматься языком. Или наоборот будем заниматься полностью, так сказать, заниматься социальностью или коммуникацией. Ну не важно. То есть каждый раз выяснилось, что антологический поворот маскируется разного рода направления. Заметьте, что двадцатый день, возможно, там очень безграмотно еще называют коммуникативный поворот, лингвистический поворот, германистический поворот, структуралистский, постструктуралистский и так далее и так далее. Но смысл здесь очень прост. То есть каждый раз бытие опосредовано каким-то посредником, то есть прямого непосредственного доступа к бытию у нас нет. Поэтому вместо того, чтобы строить антологию, мы каждый раз строим какую-то, или какой-то подобие лингвистической или социальной, германистической и так далее и так далее. Тем самым снова выясняется, еще раз повторяю, что проект антологии после антокеологии оказывается невозможным. Поэтому, на самом деле, я вам процитировал Герина, который говорит, что антологический поворот есть условие невозможности, и онтологический поворот оказался условием невозможности антодоков. В этой связи, особая роль, таможем, в скобках, особая роль принадлежит к так называемой новой феноменологии. То есть тогда, когда выяснилось, что те философии, которые таржавами претендуют на построение антологии после антодиологии, эти философии провалились, еще раз повторяю, структурализм, постструктурализм, германистическая и так далее и так далее, Странным образом, именно феноменология большей степени, чем любая другая философия, оказалась способной построить антологию. Конечно, я прежде всего, причем я имею в виду, я прежде всего имею в виду, конечно, так называемую реалистскую феноменологию, в частности, феноменологию давности Мариона и материальную феноменологию Анри. Но это же относится к трансультанной феноменологии, то, что называют «Новый гусер» Бернардт, Рубольф Бернардт или Дэн Захави. И, конечно, особняком стоит еще Жуслин Генуа, тоже реалистская феноменология. То есть, я не буду сильно вдаваться в детали, но даже сама идея о том, что субъективность у Мишеля Анри, допустим, субъективность более объективна, чем любой объект, или еще любая объективность, то, что он называет абсолютная субъективность или абсолютная жизнь. Или то, что Марион называет абсолютно данное в редукции. Это варианты, по большей части, варианты вот этой новой антологии, конечно, можно по-разному оценивать эти варианты, можно критиковать, но я еще раз повторяю, если все-таки проводить вот это сопоставление феноменологии, которые, казалось бы, традиционно вообще не занимаются реальностью, традиционно вообще не занимаются антологией. Тем не менее, если сопоставлять эту феноменологию с теми философиями, которые призваны были создать, построить антологию после краха от идеологии, выяснится, что как раз феноменология больше сделает, чем любая другая философия. Ну и наконец, вот в этом же пространстве, наконец, надо сказать и о так называемом то, что Байдин называет страстью по реальному. Это, конечно, это и спекулятивный реализм, это и объектно-ориентированная антология, это и новый реализм, ферроризм, это и трансцентальный материализм, трансцентальный реализм, трансцентальный эмпиризм, штиплетеновый реализм, нужно, в принципе, назвать и трансцентальным реализмом. Но здесь тоже есть определенный вопрос, он связан с тем, что почему современная философия не желает больше использовать термин «бытие», сущие вообще традиционно антологическую терминологию «бытие», сущие антикантологическое различие, антологическое различие, антическое различие, почему современная философия уже не пользует или не желает пользоваться этой терминологией, предпочитая, допустим, термин «реальная» или «реальность», и при этом, что самое забавное, термин «реальная» или «реальность» продолжает заимствовать скрытые значения из этих же терминов «бытие», сущие антологическое и антикантологическое различие. Тогда, если бы могли это обсудить, если бы могли ответить на эти вопросы, тогда могли бы каким-то образом позиционировать спекулятивный реализм или объектно-ориентированную философию, по крайней мере, сильно не драматизировать ту ситуацию или тот шаг, который создается вокруг этих направлений, этих философий. Вот таким образом я выделяю вот эти четыре измерения, значит, антологического нестрона, легче, проще сказать, мыслительного пространства современной философии, в котором я бы хотел вот как раз таки обсудить вот это развлечение философии, антифилософии и нефилософии. Ну, сначала, значит, я буду говорить о антифилософии, философии и антифилософии. Конечно, я по большей части, когда я говорю о антифилософии, я имею в виду, а сегодня я буду иметь в виду, только бою, но в определенной степени и лакан, и жижек. И вы должны, наверное, знать, если вы не знаете, я вам скажу, что вообще-то впервые упоминания о антифилософии восходит к 18 веку. 1767 год, Аббат Шадон публикует антифилософский словарь. То есть, противоположность словарю энциклопедии Вольтера, энциклопедистов, публикует антифилософский словарь. И смысл, значит, вот этого антифилософского словаря в том, что он пытается показать, что подлинной философией является религия. А, соответственно, Вольтер, атеисты, значит, энциклопедисты, вот всех этих людей он относит к антифилософу. Ну, а в современности, как я уже сказал, и вы, наверное, знаете, что с 1992 по 1995 год, Байдюев, три года он проводил семинары, посвященные антифилософии, антифилософии Ницше, антифилософии Лука, антифилософии Витнинштейна и антифилософии Лука. Значит, из этих семинаров опубликована только, официально опубликована только одна работа антифилософии Витнинштейна, не опубликована, но и существует, и в том числе в сети существует, значит, антифилософия Ницше. И несколько статей, посвященных, они опубликованы из этих семинаров, из этого семинара дедичного, значит, семинаров, посвященных, несколько работ, посвященных Лакану. Лакан, Байдюев заимствует вот такое, это обозначение Лакана, Лакан в середине 70-х годов, то есть 20-го века, если вы знаете, значит, он называл себя, конечно, назвал себя антифилософом. По примеру, как раз вот антифилософов 18-го века. Более того, он рекомендует своим слушателям упражняться не только в лингвистике, логике или топологии, но и в антифилософии. Правда, Лакан никогда не объясняет, что это такое. Что он понимает под антифилософией, что это такое, в принципе, нигде не... И по большей части вы найдете, если вот специально этим заниматься, по большей части найдете совершенно противоречивое суждение Лакана о том, что такое антифилософия. Ну, есть, ну, скажем, такое, в общем, принятое мнение, что антифилософия, антифилософия он, под философией он имеет в виду или имел в виду капитализм и шизофрении, а Делёза и Гватари. Вы знаете эту ситуацию, что, значит, Белёза и Гватари чуть ли не в течение недели ходили к ним с поклоном для того, чтобы он высказался по поводу этой работы, он так даже не захотел встретиться с ним. То есть философией он называет университетский дискурс, причем отождествляет этот университетский дискурс с тупостью или глупостью. А, соответственно, вот, скажем, свою или ту философию, которых он придерживается, он называет антифилософией, еще раз повторяю, по примеру, религиозных и консервативных мыслей. Ну, дальше я, значит, выделю только несколько инвариантов из работы, вот, из этих двух работ, антифилософия Ницше и антифилософия Витништейна. Я выделю несколько инвариантов. На самом деле, в антифилософии Витништейна бою выделять три инварианта, в антифилософии Ницше бою выделять пять инвариантов. Значит, один из комментаторов, тоже достаточно известный, Брума Бостилс, он выделяет чуть ли не семь инвариантов, значит, антифилософии. Мне проще, я думаю, что и вам будет проще, я всегда, когда объясняю, я провожу аналогию, что эти инварианты в определенной степени повторяют лакановскую триагну, от воображаемого к символическому триагну, и от символического триагна. В определенной степени инварианты повторяют. Так что, что это за инварианты? Первый инвариант будем называть «Тождество бытия языка». Тождество бытия языка. Значит, антифилософия отвергает представление о языке как о прозрачном, нейтральном посреднике между сознанием и реальностью. Язык и монетия в реальности. Обратите внимание, что этот инвариант в определенной степени повторяет один из главных тезисов космодернизма. Язык и монетия в реальности. Язык не является прозрачным посредником, который репрезентирует реальность сознания и так далее. Реальность, значит, не является реальностью бытия, а скорее результатом определенных лингвистических. Реальность текстуальна по своей структуре. Значит, само понятие репрезентации в данном контексте, то есть в контексте «Тождество бытия языка» объявляется неуместно. Вот он цитирует Лакана «Мало сказать, что концепт есть сама вещь, это вопреки школьной пудрости может доказать и ребенок. Именно мир слов и порождает мир вещей. Поначалу смешан в целом становящимися здесь и теперь. Рождается сообщение сущности своего конкретного бытия, а тому, что пребывает от века от века, он в своем виде сущности. Вот это, еще раз повторяю, это, значит, первый инвариант. И, как я уже сказал, очевидный номинализм данного инварианта сближает антифилософию с «Н». Второй инвариант – антифилософия отрицает объективную данность истины. И мы к этому придем, когда будем обсуждать отношение философии и ее условий. Значит, любая попытка, вот по поводу второго инварианта, любая попытка обнаружить истину или истинную сущность вещей обречена на неудачу, поскольку отнести на не более чем лингвистический или риторический конструкт. Снова же Байдюй цитирует Латарий. Что такое любовь к истине? Это что-то такое, что насмехается над ее истинным неудачей пяти. Эту неудачу можно назвать иначе, нехваткой забвения, напоминающей о себе в образовании бессознательного. Здесь не идет речь о том, чтобы быть, быть в смысле какой бы то ни была полноты. Байдюй цитирует Латарий. Ну и понятно, что если отрицается, значит, объективная данность истины, то снимается вопрос и о критериях, о критериях дождествления или различения истины и неистины. Третий вариант. В общем, эти два варианта в определенной степени аналогичны переходу, лакановскому переходу от воображаемого к символическому. Вот уже третий, третий вариант, который говорит о недостаточности символической. То есть третий вариант говорит о том, что это инвариант реальный или поиск реального по ту сторону границ символического. По ту сторону символического или по ту сторону языка. Тожествовать бытье языка. Снова же, логико-философский трактат Эйденштейна. Призван передать окончательную истину, вы помните, самое, что Баде цитирует это предложение, метафора лестницы, что я поднимаюсь по лестнице, а потом просто сбрасываю эту лестницу. Сейчас я не смогу вспомнить точно этот статус у Эйденштейна. Так вот, логико-философский трактат призван передать окончательную истину, однако в конце выясняется, что это истинная истинная, поскольку выходит за пределы смысла лингвистически невыразимой как обыденным, так и глубинным философским языком. Отсюда эти мистицизм, требования молчания, в частности у Эйденштейна, именно молчание обнажает измерение реального, реального, которое сопределяется символизацией, опоследованию и так далее. И возникает общее для всех антифилософии понятие остатка, которое подрывает, как я уже говорил, первый вариант тождества бытия и языка. Собственно говоря, отсюда и этот третий вариант прокладывает путь от конструктивного к реализму. Снова Байдию из антифилософии Эйденштейна. Эту идею остатка можно обнаружить в любой антифилософии, пишет Байдию. Для Ницше жизнь это то, что появляется в виде остатка от любого протокола оценки. Для Руссо это совесть или голос совести. Для Киркевора это существование. Ну и, конечно, для Лакана даддинг или наслаждение, о котором Лакан ничего не хочет говорить. Ну и, наконец, четвертый вариант – это отклонение теории в пользу акта, образа действия и в целом образа жизни. Иначе говоря, антифилософия противопоставляет сингулярность личного опыта, образа жизни или радикальную действенность жизни универсальному абстракциям философского дискурса. Вот этот акт, собственно говоря, наверное, самый важный для антифилософии и для любого антифилософии. То есть вот эта сингулярность факта, наверное, самый яркий вариант антифилософии, поскольку именно на него возлагается задача испровершения опровершения истины, философской истины. Значит, я вам сказал, назвал, вернее, четыре варианта антифилософии. Теперь, значит, для того, чтобы объяснить, каким образом все-таки возникает антифилософия, не что она сделает, если хотите, даже технически или технологически представляет, я должен немножко вернуться назад и рассказать вам о том, что такое луика шла у Бадима и что такое, если хотите, обратное, что ли, луика шла. Вы знаете, что вот эта тема вообще, в принципе, да, я просто боюсь немножко не успеть. Конечно, в этом же пространстве философии и антифилософии надо было бы обсудить еще и софистику. То есть, на самом деле, то, что мы называем внутреннее пространство на философии, здесь не только и не просто философия, и антифилософия, но еще и философия, софистика. То есть мы должны были бы сюда привлечь еще и Атара, или Бабару Кассани. Плюс, значит, должны были бы снова же, со слов Бадью, или же одного из комментаторов, Джастин Флемерс, деконструкцию определенной степени можно было бы включить в это же пространство. То есть, вот это внутреннее пространство, как и философии, на самом деле, очень серьезно деференцируется. Может быть, еще о софистике я скажу, если по времени. А так, еще раз повторяю, что всегда надо было бы включить и софистику, и деконструкцию. Так, что такое луика шла? Значит, стандартно, как представляет философию себе Бадью? Значит, стандартно философия не производит никаких истин. То есть, есть так называемые условия, что у нас у Филии, он еще называет генерические процедуры, родовые процедуры. Искусство, математика, наука, искусство, политика и любовь. В этих условиях, или эти процедуры, производят истины, философия к этим истинам отношения не имеет. Единственная задача, единственная задача философии, это организовать совозможность этих истин. То есть, если хотите, философия, это некое пространство сосуществования истин, которые производятся в этих четырех родовых, внешних условиях. Конечно, можно было бы, если бы у нас было бы время, конечно, мы могли бы обсудить, да, допустим, отношения философии и искусства. Ну, по-моему, мне сказали, что уже переведена. Инестетика, тратка руководства переведена, да, сказали, что переведена. И как раз обсуждается, в первой лове обсуждается как раз-таки отношение философии и искусства. Значит, опубликована, переведена статья, по-моему, что такое любовь, где обсуждается отношение философии и любви. Понятно, математика это, в частности, теория множеств бытия и событий, работа не переведена, но, мне кажется, достаточно известно. Так вот, значит, стандартное условие, стандартная цель философии, это обеспечить, организовать единое понятие пространство, в котором, как я уже сказал, существуют вот эти разные различные действия. И вот здесь Байдю называет, так сказать, я несколько драматизирую и скажу две катастрофические ситуации. Первая ситуация, на самом деле, эту первую ситуацию называет катастрофой, когда философия делегирует свои полномочия к какому-то одному из них. Это может быть, значит, делегирование, значит, это может быть, допустим, науки, мы имеем тогда позитивизм, да? Это может быть делегирование к другому условию, политики, мы тогда имеем, значит, марксизм. Каждый раз, каждый раз философия подменяется каким-то из ее условий, каким-то условий. Вот эту ситуацию, эту ситуацию подменяя, или, пока она это называет луика шла, то есть когда философия пришивается к одному из своих условий, это Байдюй называет катастрофой. Обратите внимание, да, что философия, которая, ну, как бы, внутренней философии при этом, да, вот в ситуации пришивания, внутренняя философия полностью делегируется внешнему или внешнему условию. Это стандартная луика шла. А вот что делает антифилософия? Наоборот, антифилософия, то есть в иной философии или внутри философии, присутствует так называемая другая антифилософия, которая некий, а наоборот, заимствует средства этих условий и обычный философский акт трансформирует в сверхакт. Я дальше приведу несколько примеров, которые приводят Байдюй. Надеюсь, что будет улучшим. Понятно. Так, еще раз я повторю, значит, вот есть стандартная ситуация отношений философии и ее условий заключается в организации общего мыслительного или понятильного пространства сосуществования различных истин, которые производятся в этих генерических процедурах или вот в этих внешностях. Еще раз повторяю, философия стандартно организует на вопрос. Множество раз заданный вопрос, а как она это делает, Байдюй никогда не отвечает. Байдюй никогда не отвечает на вопрос, каким образом эти условия между собой взаимодействуют. Мы можем реконструировать, мы можем самим вычислить, каким образом, допустим, математика и наука через теорию множества связываться с искусством, допустим, с поэмой, с именованием событий, если кто-то немножко, да, вот, знает хотя бы формально структуру содержания, значит, бытия и событий. Мы можем, на самом деле, восстановить эту структуру, эту связку, но тем не менее, Байдюй сам никогда практически не отвечает на вопрос, каким образом они, значит, связаны между собой. Так вот, значит, стандартно вот эта организация общего понятийного пространства сосуществования. Теперь мы имеем вот две, как я уже сказал, катастрофические ситуации. Первая ситуация, когда, значит, философия делегирует свои, значит, полномочия к какому-то из условий. И тогда мы имеем, допустим, как я уже сказал, позитивизм, философия пришивается к науке или к математике. Да, марксизм, когда философия пришивается к политике. Психоанализ, когда философия пришивается к любви. И, соответственно, значит, ну, Хайдеггер, конечно, он называет прежде всего Хайдегера, когда философия пришивается к поэтическому условию, потому что он называет, Бадью называет паром. И вторая ситуация, вторая катастрофическая ситуация, это когда, наоборот, философия не делегирует, а заимствует средства, ресурсы из этих условий. И тогда, значит, обычный философский актор формируется в эту сферу. Вот антифилософский акт Фильгенштейна Бадью называет архиэстетическим. О чем это значит? О том, что он заимствует, то есть Фильгенштейн, заимствует средства, музыки, искусства. И тогда стандартный традиционный философский акт трансформируется в архиэстетический акт, или как и говорил сверху. Ницше, наоборот, антифилософский акт Ницше, Бадью называет архиполитическим. Каждый раз, то есть Фильгенштейн заимствует средства искусства, Ницше заимствует средства политики, и пока не стоит средства искусства науки. Помните, математическая формализация – это наша цель. Ну и так далее, и так далее. Вот эта ситуация, то есть в этой ситуации, когда так называемые внешние условия выступают не в качестве условий, а в качестве модели для подражания или в качестве образца, и приводит к возникновению, к поражению антифилософии. И что еще очень важно, здесь надо вспомнить одно из измерений новой феноменологии, оно очень хорошо объясняет как раз вот эту ангажированность, личностную ангажированность. Да, здесь вот в антифилософии важен, как я уже говорил, да, образ жизни, образ действия, да, говорить всегда от собственного имени, то есть снова же вспоминая эту новую феноменологию, то есть речь не идет об этом банальном «я», а о самости, которая, или о субъективности, которая оказывается более объективной, чем любое «я», любое местоимение, и так далее, и так далее. Ну и соответственно, особая форма изложения, каждый раз, если мы обращаемся к Эйнштейну, к Лакану или к Ницше, мы каждый раз можем зафиксировать вот эту особую форму изложения, особую форму изложения, то есть временами даже выражение, значит, превышает содержание, допустим, да, если мы берем Ницше, значит, когда Ницше заимствует средства политики для обоснования собственной философии, он просто упраздняет политику как таковую, в стандартном, в традиционном понимании, политика полностью устраняется, опровергается, опустошается. Точно так же, то же самое касается и внешнего, и Лака. То есть, когда в самом начале я говорил о том, что внутреннее пространство дифференцируется, становится настолько внешним, вот это хороший пример того, что делает антифилософия, когда заимствует этой внутренней или собственной философии настолько отсваивается и заимствуется вот ресурсами из-за этих внешних условий. Вот то, что касается антифилософии. Теперь немножко я бы хотел сказать о нейшилософии. Ситуация осложняется тем, что практически нет у нас переводов. Поэтому вам придется поверить тому, что я вам скажу. Есть переводы на английский. Я уже назвал принципы нефилософии, философии, нефилософии. Есть хороший сборник от решения к ереси, где собраны, в частности, работы, на которых я ссылаюсь, что это такое нефилософия, а трансмитальный метод. Есть очень, давайте скажем, хороший комментатор. Это Брасьер. Если кто-то читал, скажем, его диссертацию, чужая материя, что-то... Теория. Теория, чужая теория, да. Если, значит, кто-то читал... Значит, диссертация лучше написана, чем... Лучше объясняет, чем вот этот... Развязанное ничто или несвязанное ничто. Диссертация, мне кажется, лучше объясняет, чем, значит, вот... Его объяснение вот в этой книге, если вы прочитаете... Значит, есть разные объяснения, я по-своему буду объяснять... Почти на вот представьте себе, что это объяснение для первого Курска. Есть мир, есть философия, которая объясняет мир. Есть мир, есть науки, которые объясняют мир. Возникает вопрос. Если наука объясняет мир, то что объясняет наука? Вот пример от этого отталкивается. Стандартный ответ, конечно, философия объясняет науку. Но кто-то может возразить, сказать, что почему наука не может объяснить саму сеть. В конце концов, наука... Весь история науки может начать. Наука обращается к собственной истории, объясняет свое происхождение, может объяснить через это происхождение свой собственный статус научности. Мы с вами понимаем, что этого объяснения недостаточно, потому что такое объяснение уже подразумевает определенное понятие времени, определенное понятие истории и определенное понятие научности. То есть суть. Но снова же это уже не в ведении науки, а в ведении философии. Поэтому, на самом деле, нужно согласиться и сказать, что действительно, если науке объясняют мир, то философия объясняет науке. Ну, соответственно, сразу же возникает вопрос, а что объясняет философия? Конечно, снова же мы можем сказать, что философия объясняет саму себя. Философия. Философия является всегда, я в начале, самом начале говорил, о философии как, она думает травмы философии, то есть о философии как физике, о философии как метафизике. То есть можно сказать, что философия всегда и не всегда является метафилософией. Философия всегда объясняет саму себя. Ну, при первом приближении можно сказать, что не философия, это наука, а философия. Ну, то есть, еще раз, есть мир, который объясняет философия. На вопрос, а что объясняет философия, надо было бы ответить и сказать, что да, есть такая нестандартная философия, или как говорит Лорель, есть, значит, нефилософия, которая является наукой о философии. Не философия, это наука, а философия. Можно вот сейчас, на данный момент, ограничиться этим определением. Дальше двигаясь, это определение мы постараемся уточнить, еще больше уточнить и еще лучше понять. То есть, если нефилософия, это наука о философии, то мы должны выяснить, каким образом нефилософия объясняет философию. Что есть философия для нефилософии. Каково отношение к нефилософии и философии? Так вот, здесь, на самом деле, Лорель достаточно традиционным. Да, и при объяснении того, что такое философия. Он, и для нас это более, ну, не то, что привычно, для нас это понятно, причем, потому что у нас есть опыт хайлигерянской деструкции, есть опыт деконструкции Деррида. То есть, это, Лорель говорит, нефилософия, это деконструкция, но не хайлигерянская. Тоже вопрос, нам надо еще выяснить, что имеется в виду от нехайлигерянской деконструкции, в конце концов, чем отличается деконструкция от нефилософии. Или нефилософия, чем отличается, нефилософия отличается от деконструкции. Но, тем не менее, поскольку у нас есть вот эти опыты или эти практики деструкции и деконструкции, мне кажется, что легче понять. Вы знаете, что деструкция и деконструкция, ну, главный, если хотите, жест. Это выявление, в случае Хайлигера, выявление позитивного, отсутствующего элемента традиции, а в случае Деррида это выявление негативного, репрессированного термина традиции. Вы каждый раз, допустим, Хайлигер, ищете темное пятно, таким темным пятно является бытие. Это позитивный термин, в принципе, отличие. А для Деррида, для деконструкции, этот термин, репрессированный термин, является негативным. Этот термин исключен всегда из системы, из философской системы и из философской традиции. Но благодаря которой система систематизируется, система строится. И кажется, что, и на самом деле так оно и есть, значит, мне философия точно таким же образом пытается найти такой инвариант. Позитивный, негативный. Ну, можем сказать, что по ту сторону даже позитивного и негативного есть такой инвариант. Этот инвариант Лориэль называет решением. Я бы назвал это рефлексией. Это более точное название. И Лориэль, снова же я здесь, ну, для объяснения, конечно, ссылаюсь, буду ссылаться на его статью в энциклопедии. Трансультальный метод и вот перевод от решения к ереси. И комментарий Броссера тоже, в своем комментарии, он тоже ссылается, опирается вот на эту статью. Трансультальный метод. То есть через Канта он объясняет, что такое решение. Ну, еще раз повторяю, более сложный вариант и более красивый, более умный вариант, на самом деле, гиги и легкий. И, если вспомнить, изолированные вот его работу различия между системой и философией и Шелинга, то вот эти три типа рефлексий простая. На этой работе называется изолированная, обособленная, философская и абсолютная. А науки-руйки называется, если я сейчас вспомню, простая, определяющая, полагающая рефлексия, по-моему. Я дальше об этом скажу. Так вот, что такое решение? Решение, структура решения, то есть решение состоит из трех, значит, элементов. Структура состоит. Это эмбирическая, трансцентальная и, как он называет, объединяющая трансцентренность. То есть, если мы обращаемся к Ханту, к той статье под названием «Трансцентральный метод», значит, первый элемент решения, это, как он называет, априорный аналитический инвентарь. Основанный на эмбирической реальности. Этот инвентарь у Ханта включает в себя форму социоцене и категория расстройка. То, благодаря чему, мы что-то получаем. Дальше второй элемент, значит, синтез категориального аппарата в универсальной априори. Здесь главным элементом выступает трансцентальное единство и персоции. Объединяет, соединяет между собой эмбирическую данность и, значит, трансцентальное регулирование объединяет между собой трансцентальное единство и персоции. Я мысль дал Канта, скажем. Или трансцентальное я мысль. И, наконец, третий элемент этой структуры, объединяющая трансцентренность, это, значит, соотносит единство сознания с объектом. Значит, этот объект Кант, допустим, называет просто Х, значит, то, что называется трансцентальный синтез, то есть не просто я мысль, которая сопровождает все мои представления. Но я мысль, которая сопровождает все мои представления, соотносится или задает некий объект Х, с которым, собственно говоря, соотносится. Отсюда, собственно говоря, вот так называемое биолатеральное единство, в чем, собственно, объединяет, упрекает философию. Говорю, то есть благодаря вот этому трансцентрентальному синтезу любая реальность оказывается не реальностью, а реальностью философии. Весь вопрос заключается в том, а каким образом нам выйти к этой реальностью? То есть всякая реальность оказывается конструируемой реальной и конструированной философии или конструированной философии. Я еще раз повторяю, что вот эту структуру решения лучше все-таки объяснить даже в более широком контексте, как я уже сказал, рефлексия, изолированная рефлексия, это гантовский вариант субъект-объект, остается различие, философская рефлексия, снятие этого различения субъекта-объекта со стороны объекта у Шеллинга, со стороны субъекта у Шеллинга, то есть мы имеем субъективное единство субъекта-объекта у Шеллинга, и, наконец, мы имеем абсолютную рефлексию Гергеля, абсолютное единство субъективного и объективного единства субъекта-объекта. То есть полное завершение, полный круг и полная иммунитизация или включение, интегрирование реальности в философский оба, благодаря абсолютной рефлексии. И вот, значит, вот такое понимание, значит, философии, так понимает философию Ларюет, исходя вот из этого инварианта, инварианта, любой Шеллинга, все Шеллинга, значит, каким образом, значит, каким образом, все-таки, выходит, или нефилософия пытается выйти за пределы вот этой философии, тем самым, значит, обосновывает философию, да, как я и сказал сначала, первое, что есть философия для нефилософии, каким образом строится отношение нефилософии и нефилософии. Теперь, ну, это второй вопрос. Значит, мне надо было сразу это сказать, я бы намеренно об этом не говорил, что вот сейчас назвать главный и основной парадокс философии, так бы, основной рефлексии, мне кажется, достаточно интересным. Этот парадокс заключается в том, что философия одновременно имманентна и трансформирована. То есть философия имманентна, она всегда уже дана в структуре реальности. Но странным образом она пытается объяснить, описать эту реальность. То есть философия всегда уже включена в эту реальность. Стало быть, любые рассуждения философии об этой реальности уже запозданы. Она же ведь внутри этого мира. Каждый раз, когда философия все-таки пытается описать эту реальность с помощью своих понятий, методов и так далее, на самом деле она описывает, философия описывает клона от этого мира и клона от этой реальности или от этого единого. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что есть некий элемент в философском описании мира, который всегда выходит за пределы этого описания. То есть и когда мы спрашиваем, это естественный для нас вопрос. А на что опирается нефилософия при описании философии? Мы скажем, что нефилософия опирается на то самое единое или на ту самую реальность, которая всегда, оказывается, выходит за пределы философского описания. Именно потому, что, обратите внимание, это нерефлексивная реальность, она никогда не может. Вы же можете каждый раз, допустим, можно сказать, что хорошо мы догадались, нам подсказывали, что есть реальная, которая выходит за пределы философского. А послушайте, почему бы нам отныне не начинать изучать это реальное, которое выходит за пределы философского описания. Еще раз повторяю, это нерефлексивная реальность. Философия всегда уже находится в этом, она уже всегда принадлежит этому реальному. Стало быть, это реальность, вы никогда не сможете объективировать, сделать предметом собственного описания. Философия в этом плане всегда запаздывает, опаздывает, но всегда уже внутри. Вот это как раз и называет, значит, Лориэль называет, если воспользоваться деконструктивной терминологией, тем самым репрессированным термином, опираясь на который нефилософия может объяснить философию. То есть, с точки зрения этого реального или с точки зрения этого единого, которому принадлежат, одинаково принадлежат все философии, все науки, С точки зрения этого реального нефилософия может объяснить философию и все остальные навыки. Знаете, нефилософия выступает в такой своеобразной матрице, или как он называет, унитаз. Своебразной такой единой матрицей для объяснения философии и любой другой науки. И обратите внимание, что с точки зрения этого единого, которому принадлежат все философии и все науки, они эквивалентны. Любое познание, любая наука, любое описание этой реальности оказывается между собой равным значимым годом. Соответственно, вот той самой биолатеральной дуальности, которая характеризует традиционную философию, но еще раз напоминаю, реальность всегда является реальностью философии. Так вот, к этой биолатеральной дуальности Лервель противопоставляет унилатеральную дуальность. Унилатеральная дуальность означает, что реальность, то есть движение идет от реальности к познанию, но не от познания, то есть это обратной стороны или этой взаимности нет, потому что эта единая или эта реальность всегда остается за пределами любого познания любого философского акта. И механизм действия этого единого, этой реальности, этой унилатеральной дуальности, он описывает, это определение в последней инстанции. То есть есть оказиональная причина, это та самая причина, которой всегда занимается философия. Мы находим, скажем раз, мы всегда находим какую-то причину, и мы объясняем. Этой причиной это вполне объяснимо. Еще раз говорю, философия доступная причина. Философия всегда описывает. Но есть еще, так называемая, значит, причина последней инстанции, которая неверная философии, которая и обуславливает, но сама никогда не обуславливается. Причина, которая, еще раз повторяю, оказывается за пределами любого философского или научного описания. Конечно, все-таки вопрос, не смогу долго обсуждать, но все-таки вопрос, чем все-таки отличается нефилософия от деконструкции. Еще раз повторяю, есть статья, как и в Сараван Бульвере, так и называется, деконструкция, и еще раз, все-таки можете прочитать и попробовать. Но одну вещь я все-таки хотел наметить. Деконструкция, значит, деконструирует, расшатывает, ищет, находит новые возможности философии нормативными, понятийными средствами самой философии. Лавель же говорит о том, что это расшатывание или эта деконструкция происходит вне философии, происходит ненормативными средствами, непонятийными средствами. Кольскорда, еще раз вспоминает определение в последней, терминация с последней инстанцией, единое и реальное. То есть понятия, которые, строго говоря, понятиями нельзя называть, которые выходят за пределы философии, но которые, таким образом, позволяют нам открыть новые, непредписанные понятиями, категориальным аппаратам философии, возможности философии, возможности философии, ее возможности. В отличие, если все-таки, два слова, если все-таки сравнить с антифилософией, мы видим, что то, что я в самом начале сказал, антифилософия, которая, казалось бы, обитая во внутреннем пространстве философии, оказывается более внешней, чем любое внешнее. Нефилософия, которая изначально задается как внешней философии, оказывается более имманентной к философии, чем стандартная традиционная философия. Ну и последний момент, последняя часть у меня еще есть, да, по времени, минут 5-10 я позволю себе, значит, вот эта последняя часть, которую я, как я уже говорил, я бы назвал «тимпонизировать философию» или «тимпонизировать нефилософию». Я сразу хочу сказать, что у меня нет задачи критиковать антифилософию или не критиковать, или критиковать нефилософию. Основной главной тезиской как раз заключался в том, чтобы показать дифференцированность философии. И показав это, мы каждый раз увидим, что мы критикуем. То есть каждый раз, когда, допустим, критикуется метафизика или критикуется классическая философика, у нас в пропуске это надо. Но каждый раз можно было бы спросить, а есть ли вообще метафизика? Не конструкция ли это того, кто критикует? Да, допустим, когда объектно-ориентированная антология критикует традиционную, сразу возникает вопрос, а вообще существует ли такая антология? Существует ли такая метафизика? И так далее, и так далее. Или там, собственно, тот же самый коалиционизм, о котором, допустим, не особо. Можно ли вообще, в принципе, насколько строго проводить различия между сильным или слабым коалиционистом? Значит, кимпан – это такая первая, по-моему, часть поля философии, значит, грани философии. Я опираюсь на эту часть. И Федельдер рассуждает как раз о философии и не философии, а философии и антифилософии. Значит, я смогу только две, значит, цитаты, я приведу. Одна маленькая, а вторая, значит, длинная. И вот вывод, который я обретил. Ну, значит, первая цитата, следующая. Следующая. Философия всегда держалась этого – мыслить свое иное. Свое иное – то, что ограничивает ее, и от чего она происходит в своей существности, в своем определении, в своем производстве. Мыслить свое иное – означает ли это просто снимать то, от чего она отправляется. Открывать ход своего метода лишь для того, чтобы перейти предел. Или же предел всегда скрывает нечто дополнительное к философскому знанию. Деррида, еще раз прошу прощения, приходится очень кратко. Значит, Деррида на самом деле говорит во всей работе, и в частности вот в этой статье, говорит о том, что философия как таковая сохраняет связь со своим пределом, всегда держится этой связи, со своей границей, со своим пределом. А мыслить предела означает, что предел – это граница, становится объектом неожиданным. Держаться своего предела означает, что философия одновременно восстанавливает эту границу, то есть в качестве своей границы своего предела, и тем самым лишает эту границу ее способности дестабилизировать, разрушать, то есть, иначе говоря, граница или предел становится прирученной границей, или прирученным нам пределом. Причем до такой степени, что с какой-то точки знание, то есть познание и абсолют, или знание и реальность совпадают, абсолютно совпадают. Иначе говоря, держаться своей границы, держаться своего предела не означает простого перехода или преодоления предела. Это очень хороший, сейчас я повторяю, урок, очень хороший урок с разными современными антологиями и т.д. То есть, это означает, что предел есть собственная возможность философии, и он призван очертить философию в ее позитивных возможностях. Анализ Деррида показывает, что нефилософия не является чем-то внешним по отношению к философии, коль скоро философия имеет нефилософское происхождение. Коль скоро философия сама является нефилософией. То есть, философия не только не владеет нефилософией, но и сама в некотором смысле является нефилософией. При этом нефилософия постоянно внедряется в понятия философии и паразитирует на этих понятиях. Ну, чтобы долго не рассуждать, в этой работе Деррида выделяет два понятия нефилософии, или два концепта нефилософии. Нефилософия в ограниченном, прирученном смысле. Как нефилософия, как ее мыслит философия. И нефилософия в широком смысле. То есть, нефилософия, которая оказывается более первоначальным, чем развлечение или противопоставление, сопоставление философии и нефилософии. Если хотите, это что-то похожее на делезовское план иммуненции. То есть, есть стандартное противопоставление. Вот то, о чем на сегодня я вам рассказываю. Философия, нефилософия, философия, антифилософия. Деррида же говорит о нефилософии, которая в широком смысле, то есть неприрученная нефилософия, которая выходит за пределы вот этого стандартного противопоставления философии и нефилософии. Это нечто дофилософское. Нефилософское – это дофилософское, донефилософское и лежит в основе всякого философского и нефилософского. Таким образом, философия оказывается разорванной изнутри. Как я уже говорил, что философия, как некоторое гомогенное, однородное целое, очерченное надежными границами, такой философии не существует. Это дает нам повод поставить под вопрос мысль Хайдегера о том, что метафизика и вся ее история приобретают свое единство от бытия, будучи его забвением, его отзыванием. Так же, как и мысль Лориэля о том, что нефилософия приобретает свое единство от реального и реального. Точно так же, будучи его забвением или отзыванием. Ну и вот, собственно, последняя цитата. На этом я, пожалуй, закончу. Если философия всегда намеревалась со своей стороны поддерживать отношения с нефилософским, даже с антифилософским, с практиками и знаниями, которые составляют ее иное, если она сформировала себя в качестве такого рефлексивного согласия со своим внешним, если она всегда намеревалась говорить на одном и том же языке о самом себе и о ином, можно ли со всей строгостью указать нефилософское место, место в неположности или инаковости, отправляясь от которого можно было бы обращаться с философией, как и так далее. Не окажется ли это место всегда уже занятым философией? Существует ли хитрость, которая не была бы хитростью разными, способная помешать философии, продолжать говорить о себе, наделять своими категориями логос и нова, безотвратительно, впечатляясь инородными сотрясениями на домашней странице своего тимпана? Можно ли прорываться на ее поле, на ее поле слышанности так, чтобы философия тотчас не срезонировала этим звуком в себе, не присвоила саму эмиссию, не начала запросто гонять вновь между внутренним ухом и средним? Кимпан, да, это еще переполка. По пути трубы или же внутреннего окна, будь оно круглым или аварийным. Иначе говоря, можно ли заставить лопнуть кимпан? Кимпан философии по-прежнему слышится. Вот, пожалуй, на этом я и закончу. Пожалуйста, есть ли вопросы? У нас еще есть немного совсем времени, то есть совсем немного, то есть можно задать, допустим, два вопроса? Да, пожалуйста, можете. Действительно, можете. Мы говорим, например, про новую феноменологию, как лучший путь к онтологии, но не кажется ли вам, что новая феноменология чаще всего бывает как раз, вернее, описывается как теологический поворот к феноменологии? Вы приводили, например, Мариона, Анрия. Я знаю, короче, работу, значит, Женико, Доминик Женико, который написал эту работу по поводу теологического поворотов и феноменологии. Значит, это совершенно не исключает... почему совершенно не исключает того, о чем я говорил, а, наверное, даже в большей степени подтверждает, я бы не стал это назвать теологическим поворотом, да? Понимаете, точно так же, как Нориль тоже ведь говорит о Новом Христос, вот это одна из последних поворотов. Я бы не стал это назвать теологией, просто теологический язык позволяет в большей степени обозначить эту реальность, да? То есть, это даже Мясо говорит о предшествии Нового Бога, так и так далее. То есть, это присвоение некого языка для описания вот самой, мы скажем, абсолютно реальностью, что ли. Поэтому, наоборот, мне кажется, что она... Вот эта так называемая новая филоменология как раз в большей степени подтверждается мой тезис о том, что в отличие от многих других так называемых философских и онтологий, новая филоменология в большей степени приближалась или приблизилась к созданию онтологии после фунта теологии. Но нет опасности, опять же, в логике швов, что происходит при переключении, в некотором смысле. Потому что в работах Мишеля-Анрии это есть, наоборот, да? То есть, есть момент некоторого подчинения теологического. Нет. По крайней мере, в той логике, которую вы рассказывали сейчас, исходя из Бадью. То есть, Бадью, мне кажется, ему так и критикуют анонимы. У Бадью больше теологизма, чем у Анрии или у Марио. Ну, хотя бы вот работа, посвященная Амоску. Так, я могу, если вопросов нет, я могу садиться? Спасибо. Спасибо.